Меня зовут Дмитрий Москин, я художник, карикатурист, график, занимаюсь этнографической скульптурой, много чем занимаюсь. Когда-то существовала такая газета «Набат», я в ней активно принимал участие, рисовал для нее много карикатур, там печатались карикатуры, которые раньше у меня не печатались. И в те годы, это были 90-е годы, я в газете «Набат» опубликовал свою небольшую книжечку, называется она «56 анекдотов про Ильича». И в это же время мне попали в руки, я уже не помню, кто мне дал, несколько человек дал, непристойные частушки, очень редкий, неизвестный практический жанр народного творчества. То есть сборников частушек достаточно много изданных, у нас в Карелии издавались, вот. А вот такого рода частушки, они вот оказались в моих руках, мы в газете «Набат» готовили книжечку, вот, таких частушек. Их было более 80, но времена быстро менялись в то время, и так случилось, что газета закрылась, и сборничек не вышел. Вот, а частушки в виде текстов остались у меня, и в виде моих иллюстраций к этому сборнику. Вот. Ну а сейчас некие люди заинтересовались этой книжкой, практически она лежит готовая больше 10 лет, и хотят ее издать. Но я считаю, как человек, связанный с культурой, и с народной культурой, и с каликатурой, что это, что такие вещи нужно издавать. Ну мы знаем прекрасно, например, заветные сказки Афанасьева, они уже изданы давным-давно, прокомментированы, причем в разных видах изданиях. Они у меня тоже есть, например. То есть я думаю, что такого рода издания не нужно бояться, они расширяют наше понимание о народной культуре, о смеховой культуре народа. А мне, как художнику-карикатуристу, связанное с иронической графикой, было очень интересно их проиллюстрировать. Проиллюстрировать не в лоб, как бы, вот так, а посредственно. То есть это большой и интересный материал для меня, как для корректуриста. Ну что еще? Ну, знакомство с таким видом фольклора, я думаю, что он не принизит наше понимание о народе. Наоборот, даст понять, что наша словесная культура, языковая культура уникальна. Такое вряд ли есть, чтобы такие частушки придумали американцы или даже наши северные соседи. Ну, трудно сказать, что наши корни глубоки. Наши корни глубоки, и много народов в России заработало в одном русле. Но частушки, они частично, штук 15 этих частушек, я знаю, что их корни в Зонежье. Там есть приписка, Зонежские частушки. Ну, большинство, скорее, они относятся к территории России раз. Там упоминаются Алика, Ака и другие местности. Ну, я не знаю, издавались ли где-нибудь в Москве или в Питере такие сборники. Я думаю, что издавались, но как-то я их не видел. Может быть, маленькими тиражами. Вот я думаю, что вот такой сборник нужно издать. Ну, то, что будут, конечно, противники подобных изданий, это я гарантирую. Ну, я, например, сам в обыденной жизни не матерюсь. Ну, хотя вот интересуюсь и занимаюсь такими частушками. Я думаю, что эти частушки, они вот... То, что вот молодежь сейчас действительно, каждый второй матерится на улицах, они не делают их ни хуже, ни лучше. Вернее, лучше, может быть, сделают. Потому что они дадут возможность понять им, откуда идут корни этого мата. Может, они заинтересуются. Они же это воспринимают поверхностно. И это во многом у молодежи, это вот себя показать вот так, в своем кругу узком, юношеском кругу. Способ реализоваться через такой способ поведения. А эти частушки, они совершенно к другому относятся. Относятся к древнейшим слоям мифологии русской, славянской. Оттуда же идут вот эти все заклинания и прочее. И там большая доля народного юмора. Такая стихия. Она вот... Русская душа, и так она раскрывается. Она по-разному раскрывается. Через песню, через танец. И через вот такую форму мини-фольклора. Непристойную частушку. Я думаю, что народ, когда их пел, он не считал, что это непристойно. Это было как бы плоть от плоти культуры, поведения. Потому что я читал, и в обрядах такие вещи использовались. То есть вот так огульно, вот критиковать и прочее, ругать. Нужно объяснять, не пропагандировать там вот. Но чтобы это было. Это было вот. В библиотеке лежало. Кто заинтересуется, посмотрит. И так далее. Потому что там нет мата напрямую. Там же очень тонкая вязь вот эта словесная. Каждая миниатюра, она же это шедевр. Словесный шедевр. Просто так, скажем, в наше время, нет такого литератора, который бы, например, придумал русскую сказку, которая бы вписалась в контекст, там вот, то, что вот нам досталось по наследию. И то же самое и в частушке в такой, необычной. Вряд ли найдется много мастеров, которые вот смогли бы вот такую вещь придумать. То есть это ведь, как бы, не наносное, не пришедшее с запада, а именно из почвы выросшее. Что еще? Я бы сказал, что тут еще как раз, тут дело не в грубости, а как раз в тонкости и многоплановости. вот, восприятие. Чем человек образованнее, культурнее, вот, знает жизнь людей, там, знает фольклор в целом. Это очень интересно, вот, такие вещи. Узнавать, читать. Они не принижают читающего и людей, которые сочинили такие частушки, как формул фольклора. Вот эти частушки можно как раз сравнить, сравнить с той культурой смеховой, которая существует вот в телевизоре, в разных передачах. Вот здесь как раз большая пропасть между народной смеховой культурой и смеховой культурой, которая вот подается через телевизор, массовая смеховая культура. Вот она предельно примитивна, предельно деструктивна даже, ну, отупляющая. А вот непристойная частушка, она, конечно, это не... Она не призвана быть вот для огромных аудиторий. Это дело интимное, мне кажется, знакомство с ней. И в первую очередь, конечно, эти вещи должны знать филологи. Филологи, которые связаны с русским языком, с русской культурой, с русской историей. То есть молодежь. Молодежь, просто нужно вовремя ознакомить их с таким родом фольклором. Ну, что еще? В моем творчестве я, естественно, читал книги и Лихачева о смеховой культуре, и Рабле, и так далее. Мне было интересно, как карикатуристу, художнику, который работает в стихии смеха. Именно вот узнать и смех народный, вот через такую частушку. Потому что она дает очень много образов художнику. В чем еще ценность искусства народного? Что народная архитектура, что народная живопись, пластика, фольклор, она дает человеку мыслящему, человеку желающему, творческому, возможность для своего личного творчества. Ну, могу еще пару слов сказать о современном состоянии российского юмора. Как о нем можно судить? Вот так. О нем можно судить... Раньше о нем судили, опять-таки, в первую очередь, по журналу «Крокодил», по телепередаче, там, вокруг смеха и другим. Сейчас, в принципе, осталось то же самое. Правда, журнал «Крокодил» уже повывял. Нет такого общероссийского издания, большого по карикатуре. Вот это... Почему так вот получилось? То есть, перегиб телевизионного смеха и недогиб, так сказать, в журнальном, газетном. Очень просто. В журнальном, в газетном варианте. Смех задавила реклама, задавил бизнес. Смех, юмор. Он как бы... Вот власти, людям, которые зарабатывают, диктуют какие-то условия, он им не нужен просто. То же самое и в Карелии. Я же работал в разных газетах, занимался разделами юмора, рисовал карикатуры. Все вытеснили нас, как профессионалов этой области, нету на газетных полосах. Вот. Это первое. Второе. Издавались также сборники карикатуристов советских. Ну, про советскую карикатуру можно отдельно говорить, но тем не менее, они как-то издавались, люди знали, читали, собирали. У меня, кстати, самая большая библиотека по карикатуре конца XX века на Северо-Западе. Она тоже не востребована. Юмор сейчас все сильнее и сильнее давление от электронных средств массовой информации. Средний человек уперся в телевизор, и вот он все это с этими залами, смеющимися, наполненными многочисленными передачами. Ну, я тут исключаю хорошую передачу, нужную для молодежи, вот КВН. А большинство передач довольно примитивно. И мне стыдно за писателей-юмористов, которые при советской власти они писали хорошие вещи, вот такие философские, разнообразные. А сейчас их все усилия в написании таких вещей, которые, значит, якобы востребуют народ. А по большому счету, я думаю, что народ разное востребует. Он востребует и животный юмор, и интеллектуальный юмор. Вот сегодня интеллектуального, философского, умного юмора практически нет. Практически нет. Это, конечно, символ времени. Я думаю, что все равно в любой демократически развитой стране, я сажу по странам Запада, все равно он будет востребован. И люди, которые занимаются серьезным юмором, они будут востребованы. Но сейчас пока вот такой провал, провал между эпохами, между советским охранительным юмором и юмор, который был подполье. В советской власти было два типа юмора, официальный и неофициальный. Почему я знаю? Потому что я как раз занимался неофициальным юмором. А сейчас, увы, никакого юмора практически, потому что якобы провозглашены свободы. Рисуй и смейся каждые, кто хочет, над чем угодно. Но, увы, если так взглянуть, по большому счету политической карикатуры нет. Власть ругать нельзя. Нельзя. Ну где? На заборе будешь ругать? Где напечататься? Раньше можно было ругать власть опосредованно через юмор как графический, так и словесный. Намеков. Юмор, наемный намеков. Он позволял создавать интересные вещи и писателям, и карикатуристам. Ну что еще можно сказать? Я-то как бы как профессионал я просто перешел в иную сферу деятельности. Я лет 10 не занимался карикатурой. Занимаюсь этнографической пластикой, народной игрушкой. это тоже интересно. Но когда меня приглашают участвовать в выставках, скажем, за границей, вот сейчас в Швецию еду на выставку, тогда я собираюсь и рисую карикатуры. Но карикатуры, те, которые я и раньше рисовал, рисую сейчас. То есть карикатуры достаточно сложные таким философским подтекстом. Что еще сказать? Моя карикатура она и раньше отличалась от общепринятой карикатуры. Почему меня в свое время не приняли в Союз художников именно по разделу карикатуры? Потому что я занимался карикатурой, не похожей на то, что рисовалось в газете «Крокодил». Сейчас смешно об этом говорить. Но тогда были свои правила. если даже художник чуть-чуть отходил от традиционно принятого, даже изображение просто человечка, просто графику другую использовал. Его просто не принимали в Союз, в общество карикатуристов тех лет. Что интересно, наш клуб карикатуристов, Ленинградский клуб, где я самовоспитался, он имел большие связи с карикатуристами в Прибалтике. У нас была тесная связь. И все. Потому что в Прибалтике была большая культура графики. И в те годы то же самое. И каждый карикатурист имел свое лицо, имел свою графику. Поэтому они принимали нас в свои выставки художников, которые рисовали неофициальную карикатуру. И в том числе и меня. Я там премии получал в Литве в частности. Были такие трианалии карикатуры. Печатался в эстонских газетах, даже в партийных эстонских газетах. Там у меня карикатуры были. А в советских газетах нет. Вот пример интересный. то есть в искусстве в искусстве если сознательно те люди, которые стояли во главе скажем во главе карикатуры стояли люди, которые занимались политической карикатурой. Тот же Борис Ефимов. Дай бог ему там до 200 лет дожить. Но он был вот таким вот как бы по ханам который следил за порядком в политической карикатуре. Вот так рисовать как он рисует и никак иначе. И поэтому все способное талантливое ту молодежь которая пыталась как-то расширить границы понимания графического юмора сразу пресекали. И увы у нас карикатура вот тех лет шла только в одном направлении. А те люди которые занимались карикатурой подпольной карикатурой андеграунда они видели юмор более широко. То есть в чем это выражалось? В том что они рисовали карикатуры в первую очередь без слов те которые воспринимаются вот так без пояснения. А советская карикатура она в первую очередь обязательно там должно быть каждому рисунку пояснения чтобы значит человек который видел карикатуру он не только глазами прочитал и понял в чем смысл. А я как раз лет 30 занимался и занимаюсь карикатурой которая достаточно сложна в частности например у меня большая серия иллюстрированных афоризмов то есть я очень люблю великого афориста Станислава Ежелецова мне нарисовано более 100 рисунков к его афоризму то есть такое интересное соревнование мыслителя философа леца поэта художника ну а в последнее время карикатура востребована может быть востребована как иллюстрация к сборникам связанным с правами человека потому что темы очень сложные разнообразные и для такого рода восприятия такого рода вещей карикатура как раз она может быть интересна она может помогать воспринимать эти сложные тексты углублять их давать возможность поразмышлять и так далее вот пример например современное использование такого рода графики юмористической графики гротескной графики то что в карикатуре тоже вот не должно быть ограничений она должна быть и как карикатура и за шутка и как карикатура другой значит полюс сложная вот как элемент черного юмора черный юмор не надо бояться просто это другое обозначение юмора философского что просто так философские термины понятия простому художнику не изобразить это под силу только вот художнику карикатуристу ну что еще как и любой вид искусства карикатура это разновид графики конечно если художник имеет свое лицо во первых он должен быть свое лицо он должен быть оригинально мыслить и второе конечно эти мысли изображать графически но изображать графически так чтобы тебя узнавали там среди сотен других художников чтобы твой вид графики он сразу узнавался ну вот я я считаю что я выработал такой стиль графики который помогает и мне самому вот эти темы решать и меня можно узнать там на любой газетной полосе или на выставке как оригинального графика то есть это я думаю что это обязательный элемент хорошего художника карикатуриста потому что большинство карикатуристов которые есть карикатуры и в наших газетах печатаются они все-таки не дорастают не могут чисто профессионально выразить через графику материал ну это как в любой сфере деятельности искусства есть люди способные и неспособные тут что Бог дал но в принципе это можно развивать как развивать и чувство юмора то же самое я ведь тоже не родился в пеленках карикатуристом я думаю что как-то я сам это постепенно саморазвил интересуясь этим и в этом деле очень помог конечно в свое время в 90-е было в России было в разных городах много таких клубов по интересам вот в частности клубов карикатуристов в Москве был в Питере был в Киев был в Алма-Ате на Украине был клуб карикатуристов в Воронеже в разных городах и вот молодежь как бы самовоспитывалась и вырастала вот из тех клубов выросли вот сейчас действует рисует очень много интересных художников и выросли в Киев